Как поменять управляющую компанию? Когда это лучше делать? Вы смотрите программу «Первые лица» и, как всегда в нашей студии, люди, которые принимают решения. Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте! В нашей студии Виктор Часовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль», председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области. Виктор Иванович, добрый вечер! Рад вас видеть! Здравствуйте! Ну и о чем бы хотелось поговорить? Зима эта, откровенно говоря, была сложной, тяжелой и с точки зрения погодных условий, но и, в общем-то, с точки зрения условий таких субъективных, которые создаются самими людьми. Я сейчас о жилищно-коммунальном хозяйстве. В этом году особенно много жалоб, но это вот такой мой субъективный взгляд. Это реально! Это реально! Особенно много жалоб на управляющие компании. По вашей оценке, на сегодняшний день управляющие компании, собирая деньги с жителей на содержание домов, на текущий ремонт, они выполняют все работы, которые они должны выполнять? Конечно, нет! Конечно, нет! Почему? Потому что если управляющая компания выполняла все те работы, которые прописаны в 290-м постановлении правительства Российской Федерации, это минимальный перечень работ, которые должна выполнять управляющая компания, то тех денег, которые мы с вами платим за содержание, текущий ремонт, явно бы не хватило, потому что там прописано достаточно много работ. И управляющая компания должна, исходя из конкретики каждого дома, выбирать, какие работы в первую очередь она должна выполнять. Есть обязательные работы, которые она обязана в любом случае делать. Но есть такие работы, которые, допустим, периодичность их исполнения можно не еженедельно, не раз в месяц, а, допустим, раз в квартал делать. И насчет этого сокращается вот эта ставка содержания и текущего ремонта. Если текущий ремонт не выполняется, но при этом деньги собираются, они выполняются именно жизненно важные вещи. Ремонт кровли, ремонт инженерных коммуникаций, кровля должна очищаться и так далее. Что делать? Значит, смотрите, вся проблема в чем? И мы сейчас говорим об этом открыто. Почему? Потому что у нас по жилищному кодексу плата идет только за содержание. Содержание входит, в том числе и текущий ремонт. Но он отдельно не должен выделяться. Некоторые управляющие компании это выделяют, и я считаю, что это правильно. На сегодня сложилась такая ситуация, что ряд управляющих компаний, особенно в сельской местности, они говорят, ставка содержания 18 рублей. Из них 17 рублей мы на содержание, а 1 рубль на текущий ремонт. Что можно сделать на 1 рубль по текущему ремонту? Практически ничего. Вот мы сейчас выходим с инициативой о том, что зафиксировать четко, что содержание должно состоять из двух позиций. Содержание и второе текущий ремонт. Вот в содержание входят все договоры управляющей компанией с подрядными организациями. Обслуживание лифтов, приборы учета, уборка, мыши крысы и так далее. В том числе управленческие функции, зарплата, директора. Это все содержание. Зарплата директора, руководства управляющей компании. Во многих управляющих компаниях зарплата, допустим, слесаря, электрика, дворника, она сидит в текущем ремонте. Когда смета составляется на выполнение работ по текущему ремонту, там есть фонд зарплаты. Вот оттуда они берут деньги на оплату вот этих специалистов. А все остальное в содержании. И поэтому, когда собственники должны принимать решение, вот по этой ставке содержания, собственники на общем собрании, управляющая компания должна прийти к собственникам и сказать, уважаемая, для того, чтобы обслуживать ваш дом, нам необходимо, чтобы ставка содержания была такая-то, а текущий ремонт столько-то. Вот мы на эти деньги готовы вам обслуживать дом. Собственники могут принять решение. Нет, мы считаем, что этого мало вам будет. Мы хотим, чтобы, допустим, подъезды убирались каждый день. Мыли их там шампунью, красили раз в месяц. То есть мы готовы платить больше. Все, вопросов нет. Управляющая компания принимает. Или наоборот, что это слишком много, мы хотим, чтобы сократить эту ставку. Поэтому давайте договариваться, какие работы мы не будем принимать и не будем требовать вас, но ставку сократите. И вот это решение общего собрания является основным. Но оно должно приниматься разумно. Почему? Потому что можно принять решение, что мы будем платить по содержанию, допустим, 3 рубля с квадратного метра. Ну, естественно, ни одна управляющая компания не возьмет ваш дом, потому что на эти деньги она просто не сможет его содержать. Виктор Иванович, тут видите, какая получается дилемма, скажем так, какое противоречие. Сейчас есть огромное количество домов, ну, немалое это количество, на счетах которых есть деньги. И деньги тоже немалые. Они висят, ну, точнее говоря, они где-то, я предполагаю, они где-то работают у управляющих компаний. Наверное. Может быть, да. Так вот, а работы почему-то не выполняются. И поэтому собственники квартир могут сказать, слушайте, они эти-то деньги не могут отработать. А требуют еще больше. Они требуют еще больше, но они требуют зачем? Для того, чтобы мы им перегнали на счет, и они потом с этими деньгами проводили какие-то манипуляции? Возможно, и такие варианты. Почему? Потому что ведь заказчиками услуг являются собственники. Вот на сегодняшний день, не только у нас в области, это вообще в России, не сложилась такая ситуация, когда заказчик, то есть собственник, является главным вот в этой вот доминанте собственник управляющей компании. Мы должны заказывать, управляющая компания должна выполнять. На сегодня получается, что управляющая компания нам диктует, что делать и как делать. Да. Вот когда мы перевернем все это, тогда... Когда пирамида станет с ног на голову? Да, нормально. Тогда встанет. Тогда управляющие компании вынуждены будут делать то, что мы скажем. Мы как собственники заказываем. Нам в 2019 году, вы, на те средства, которые мы планируем, вот у нас, допустим, 5 рублей с квадратного метра, да, текущий ремонт. Мы за месяц собираем такую сумму с дома, за год мы собираем такую сумму, вот на эту сумму, допустим, там 800 тысяч, 900 тысяч. На эту сумму мы хотим, чтобы вы нам сделали первое, второе, третье, четвертое. Управляющая компания, получив это указание собственников, она обязана составить план и представить собственникам, что да, вот первый вид работы мы будем делать в первом квартале, второй вид работы в третьем квартале, этот четвертый вид, допустим, в таком четвертом квартале. То есть они должны нам сказать, когда они должны выполнить эти работы. И мы уже должны контролировать их проведение этих работ. Виктор Иванович, для того, чтобы это работало так, как вы сейчас описываете, нужно всего-навсего несколько вещей важных. Первое, люди должны понимать, что на самом деле это их гражданско-правовые взаимоотношения с управляющей компанией. Ну, то есть, по сути дела, это отношение продавца и покупателя. Абсолютно. И в основе лежит договор. И в основе лежит договор. Договор управления, да. Если я купил молоко в магазине, и молоко оказалось прокисшим, то я прихожу и требую вместе с чеком, верните мне деньги, либо дайте другой пакет молока. И заплатите еще штраф. Да, и заплатите еще штраф. И здесь то же самое. Можно все это требовать. Но вот на сегодня пока вот это вот... А второй момент... Договоре надо все это. А второй момент. Необходимо, чтобы в каждом доме был хороший, грамотный, старший по дому. Председатель совета дома. Председатель совета дома, да. Вот если юридически правильно его называть. Председатель совета дома. Вопрос, где их взять в таком количестве. Потому что, откровенно говоря, это большой дефицит в наше время. Люди ведь за это деньги не получают. Это нужно из таких вот каких-то моральных соображений. Давайте так. Давайте так. Вот если смотреть Самару. Это работать на всех нужно, по сути дела. Самара – это 10 тысяч домов. Чуть больше, может быть, да. А в Самарской области порядка 23 тысяч многоквартирных домов. Понятно, что в каждом доме совет не создан. Естественно. Где-то, может, фиктивно создан. Где-то он числится на бумаге. Но в основной массе домов, я вам скажу, советы домов есть. И из-за них, я помню, в свое время, когда мы только начинали этот процесс, шла целая борьба. И сейчас идет. Кто будет председателем совета дома? Это должность. То есть даже есть желающие? Желающие есть. Даже есть борьба? Я скажу так. И эта должность, вообще-то, оплачивается. Оплачивается. Из каких денег и как? Общее собрание собственников должно принять три решения. Первое. Сколько выплачивать вознаграждение председателю совета дома? Какая периодичность оплаты этого вознаграждения? Раз в месяц, раз в квартал, раз в год. И третье, самое главное. Откуда взять деньги? Ну, только из карманов собственников больше взять нет. А где еще? А мы вот как раз, кстати, рекомендуем постоянно сейчас председателям советов домов, у нас есть еще деньги, которые получает дом, но не от собственников. Реклама, телевидение, интернет и прочее. Все, что входит в дом, что используется нашим общим имуществом. Аренда. Сдача в аренду нашего помещения, нашего фасада дома. Установка там каких-то антенн, провайдеры все эти. Они все, они все платят управляющей компанией за аренду всего этого. И эти деньги, они небольшие, может быть, да? По 500 рублей, где-то по 500 рублей. Виктор Иванович, ну это, вы же знаете, 500 рублей по документам, 1000 рублей. Да, провайдеров 4-5 провайдеров уже, извините, 2,5-3 тысячи уже есть. То есть, а если мы посмотрим все как положено, а, кстати, ставку вот этой арендной платы должно утверждать общее собрание собственников. Мы тоже об этом не знаем, да. А мы можем сказать, что, ребята, вы хотите интернет нам проводить? Хорошо. Полторы тысячи в месяц вы должны нам платить. Вы пользуетесь нашим электричеством дома, да? Стоят усилители. Будьте добры, полторы тысячи, да, совершенно верно. Вот один, второй, третий, четвертый, вот вам уже 6 тысяч есть. Дальше, рекламу на посаде дома, извините, 100 тысяч в месяц платите, и все нормально. Я вам скажу, в Москве есть дома, где люди вообще не платят за содержание текущей ремонт и коммунальные услуги, потому что на доме висит какая-то реклама. Потому что это очень дорого. Но, тем не менее, и в Самаре у нас тоже есть дома, которые получают достаточно хорошие деньги за это. Просто это должен быть председатель Совета дома, который заинтересован. Тогда он может все это найти. Который, скажем так, глубоко копает. Может быть, да. И да точно выясняет все детали. Потому что там деньги зарыты. И самое главное, в интересах жителей дома. Конечно, безусловно, желательно в интересах. По-всякому есть. Бывает по-всякому. Виктор Иванович, вот ради чего, собственно говоря, в первую очередь хотелось, что хотелось с вами в первую очередь обсудить. Если ситуация достала, если управляющая компания не выполняет взятые условия договора, что делать? Значит, первое и основное – это провести общее собрание собственников. Вот сегодня мы проводили видеосеминар для председателя Совета домов Самарской области. Мы объясняли, что нужно сделать. Первое – провести общее собрание собственников. Протокол. Передать новой управляющей компании, которую вы выбрали. С кем уже договорились. Об этом сейчас попозже. Давайте так. Итак, протокол. Протокол. Есть приказ Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации номер 44. Там все прописано. Какой протокол, как он должен быть и прочее. Я сразу скажу, что мы с ГЖИ уже договорились. На сайте ГЖИ в ближайшее время появятся все образцы бланков. Протокола, извещений, листы голосования и так далее. То есть, все документы будут там формализованы. То есть, проводим общее собрание собственников. Его может кто организовать и провести? Инициатором может быть любой собственник. Инициативная группа собственников. Либо, если вас не устраивает управляющая компания, так как она не выполняет условия договора, орган местного самоправления. У него в обязанностях это есть. То есть, я как собственник, у нас нет активных людей, которые могут это сделать. То есть, районная администрация тоже может привести? Да. То есть, мы пишем обращение в администрацию района. В связи с тем, что управляющая компания такая и такая-то не выполняет условия договора, в соответствии с требованиями ЖК и Федерального закона 131, организуйте нам общее собрание собственников на нашем доме. Отлично. Организовали, заполнили бланки. Куда идти с этими бланками? Что дальше делать? Значит, выбрали управляющую компанию. Мы же, если меняем, мы меняем управляющую компанию. Тогда вот, меняем, да. Речь об смене. О смене, да. Тогда важнейший вопрос, я его хотел оставить, скажем так, на сладкое, но тем не менее, а как ее выбрать, да, Виктор Иванович, я сейчас не будем... Вот прежде, чем провести собрание, да. Название компании, но какие критерии, как ее найти-то хорошую? Вот смотрите, прежде, чем провести собрание и выбрать другую компанию, сначала председатель Совета дома, это у него в обязанностях есть по жилищному кодексу, он должен, может, встретиться со всеми представителями других компаний, какие есть на территории, переговорить с ними, обговорить условия договора и выбрать лучшую. Значит, в нашем случае, как определить, какая хорошая управляющая компания? Ну, пока на сегодня выбора у нас немного. Есть на сайте Государственной жилищной инспекции Самарской области рейтинг управляющей компанией. То есть, там они выстроены по тому, кто лучше работает. По оценке, по итогам 2017 года. Сейчас, 1 июля 2018 года, будет опубликован... 2019 года? Нет, 2019 года, да, будет опубликован рейтинг управляющей компании по итогам 2018 года. Кстати, мы, как ЖКХ контроля и общественная палата, вышли с инициативой, внесли изменения в приказ Государственной жилищной инспекции. И теперь вот этот рейтинг управляющих компаний вместе с ГЖИ составляют и собственники, и органы местного самоуправления. Вот сейчас идет голосование, анкетирование жителей по каждой управляющей компании. Я уже получаю информацию с сельских районов, где мало управляющих компаний. Сейчас вот ждем мы Самару-Тольятти, где они путем анкетирования ставят оценку, жители ставят оценку деятельности управляющей компании. В баллах, там, по пятибалльной системе. Сколько? Один балл, ноль баллов, три балла или пять баллов. И вот это все идет в общий рейтинг управляющей компании. И тогда будет более реальный рейтинг. И когда мы откроем этот рейтинг уже в июне месяце, мы увидим, что вот эта управляющая компания среди жителей пользуется большим успехом. Она выполняет лучшую работу. Вот только так. Либо второй вариант. Просто общением. Общением с другими председателями советов домов. То есть просто поговорить с этими. У кого, кто и есть. Какая у вас управляющая компания. А как она работает. А как она выполняет ваши заявки. А как она делает текущие ремонты. Если скажут нормально, у нас никаких вопросов нет. Идите к этой управляющей компании и говорите. Возьмите наш дом. Возьмите вы наш. Да, вот следующий шаг. И так идешь к этой управляющей компании и говоришь. Да, вы готовы взять наш дом в управление. Мы вот такой дом. Мы готовы по вашим условиям работать. Да, вот какой договор у вас. Дом наш велик и обилен, но порядка времени нет. Придите и управляйте. Да, пожалуйста. Да. Хорошо. Один вопрос. Первый. Это какой договор у вас. Если они берут за основу модельный договор, который мы делали в свое время депутаты, ГЖИ, общественная палата, там все четко прописано. То эта управляющая компания готова работать открыто. Там все четко прописано. Если она ссылается, что, мол, у нас свой договор, значит, ребята, опасения есть, что они что-то могут скрывать. Поэтому договор. Если вас устраивает этот договор, который они предлагают, и они согласны будут взять ваш дом, а, как правило, управляющие компании не отказываются от домов, если он большой, нормальный, ну, более-менее, будем говорить, средний, да? Не убитый, скажем. Не убитый, да. Они с удовольствием возьмут. То тогда вот этот протокол вы проводите в собрании, принимаете решение разорвать договор с такой-то управляющей компанией и заключить договор вот с этой новой управляющей компанией. Этот протокол вы даете новой управляющей компании, она несет его в ГЖИ и представляет вместе с заявлением, там куча документов еще, представляет государственную жилищную инспекцию. Государственная жилищная инспекция в течение 10 дней должна проверить, все ли правильно написала управляющая компания, дала все сведения. Правильно ли было проведено собрание, а был ли кворум там, а все ли правильно там это сделано. Если все это нормально, значит, она готовит приказ и дом вносится в реестр уже новой управляющей компании. Но с первого числа следующего месяца. Еще один момент. В ходе проверки, новые требования, которые сейчас появились, в ходе проверки, вот государственная жилищная инспекция вот этих документов, ГЖИ должна проверить, а есть ли заявка от старой управляющей компании, что она готова разорвать договор с этим домом. А если она не готова? И внести изменения в ГЖКХ. Вот это вот камень преткновения. Почему? Потому что старая компания, естественно, не захочет потерять дом. Конечно. И она будет всячески тянуть. То есть она заявление может в ГЖИ не подать. А она обязана его подать? Она обязана подать, да. Но тогда ГЖИ, раз нету этого заявления от нее, тогда ГЖИ делает приостановку этого процесса и берет еще до 30 дней на разбирательство. И вот, как правило, сейчас все пошли по этому пути. То есть старая управляющая компания не представляет заявление. И срок вот рассмотрения вот этого удлиняется, да. Вот о чем речь. Ну, такое вот сегодня законодательство, да. Но тем не менее. Это реальный путь. Если ГЖИ увидит, что в ходе рассмотрения этого дела, увидит, что да, действительно, управляющая компания старая просто не хочет потерять дом, поэтому она не пишет заявление. Она, естественно, это фиксирует. И также издает приказ. И это вот итоги проверки являются основанием для того, чтобы вот этот дом наш из реестра вот старой компании снять и перейти, перевести его в новую. Виктор Иванович, времени совсем немного. Когда лучше начинать это по времени? Вот вы как считаете, в какой период? По времени лучше всего это начинать после окончания отопительного периода. Почему? Объясняю. Вот сейчас отопительный период идет, да. А мы с вами, основная масса, платит за тепло 1,12. То есть равными долями весь год. По итогам года, январь, февраль, управляющие компании должны были сделать нам корректировку по отоплению. Если мы меньше потратили, они должны нам снять часть денег в счет будущих платежей. Если мы больше потратили, гигакалории имеется в виду, то тогда они должны нас доначислить. Вот надо дождаться вот этого момента, когда мы рассчитаемся с теплом, потому что мало ли что, может быть, они нам должны будут вернуть деньги часть, да? А мы уйдем. Ну, короче, начинать надо весной. Закончится, да. Это вот весной, самый оптимальный вариант, весна-лето. При этом, как сохранить деньги, которые остались на счете дома и которые не были потрачены на текущий ремонт? Тоже важнейший вопрос. Важнейший. Потому что денежки никто не хочет отдавать. Сейчас многие дома не переходят в новые управляющие компании, боятся за эти деньги. Сегодня этот вопрос не отрегулирован. Мною посланы поправки в жилищный кодекс, где прописано. При смене управляющей компании, старая управляющая компания передает техническую документацию, запятая, неиспользованные финансовые средства, запятая, а дальше уже все по тексту. Вот этих слов, неиспользованные финансовые средства, нет уже в жилищном кодексе. Вот мы вышли с инициативой сейчас, чтобы включили это обязательно. И тогда можно будет официально требовать. А пока не включено, что, через суд? Пока, да. Старые и новые управляющие компании должны договориться. Если они не договорились, они идут в суд. Арбитражный суд. Да. Ну что ж, спасибо за интересную содержательную беседу. Надеюсь, мы с вами увидимся еще не один раз, потому что тема ЖКХ, она, к сожалению, большая, необъятная, но и проблем в ней тоже немало. Но надеюсь, что с вашей помощью их станет немного меньше. Напоминаю, моим собеседником был Виктор Часовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль». Удачи в делах. До свидания. До свидания.